Баскетбол в первую очередь игра высоченных и в меру атлетичных ребят. Чтобы выделиться на общем фоне, нужно быть настоящим гигантом, по типу Яумина, Манутэбола или любого другого баскетбольного великана. Однако, тот факт, что в спорте преобладает масса рослых игроков, не означает, что в нем не может быть подобных ребят. Да, друзья, темы нашего сегодняшнего ролика станут лучшие в кавычках «малыши» в истории НБА. Топ-10 игроков, по моему скромному мнению, среди баскетболистов НБА, чей рост не превышает 185 см. За всю историю подобных спортсменов было не так, чтобы очень много, но вполне достаточно, чтобы соорудить полноценный топ. От вас я, как всегда, попрошу лишь лайк и подписку на мой канал. Тысяча лайков – это тот порог, который мы с вами успешно переступаем из ролика в ролик. Давайте же повторим это достижение и сейчас. Небольшая реклама и приступаем к нашему топу. На 10 месте располагается потрясающий спад Уэб. Легенда среди низкорослых баскетболистов. Это еще, мягко говоря, низкорослых. Его рост составлял всего лишь 168 см. Еще во времена выступления в школе и в колледже, он отличался невероятной скоростью и отличной прыгучестью, что позволяло ему набирать более 10 очков за игру и регулярно забивать сверху. В 85-м году на драфте Уэб выбрал Детройт Пистонс, но тут же обменял в Атланту, где невысокий защитник отыграл до 1991-го. Затем Уэб поиграл за Сакраменто, вернулся в Атланту, перешел в Миннесоту и даже совершил годовой вояж в итальянскую Верону. Спад вошел в историю как самый низкий баскетболист среди тех, кому удавалось выиграть конкурс по броскам сверху. Уэб сделал это в рамках матча всех звезд 86-го года, обыграв, кстати, своего одноклубника Доминика Уилкинса. Благодаря своей легкости, а весил он всего лишь 60 килограмм, Уэб извлекал максимум из своего прыжка. Говорят, что в лучшей форме его вертикальный прыжок составлял 50 дюймов или 127 сантиметров. Добавьте к этому отталкивание с разбега, и вот уже Спад может практически прыгнуть выше своей головы. Легендарный малыш, ничего не скажешь. Макси Бокс Самый низкий игрок нашего топа, а возможно и самый низкий баскетболист в истории профессионального спорта в целом, а не только НБА. Его рост составляет лишь 160 сантиметров, но несмотря на это баскетболист провел в НБА внушительное количество сезонов и добился там немалых индивидуальных высот. Большую часть своей карьеры Макси провел выступая в Шарлотт Хорнетс, был прекрасным разыгрывающим игроком и при этом умудрялся отрабатывать в обороне. Вы наверное удивитесь, но это действительно так. Большинство низких баскетболистов считаются отвратительными игроками, но не Макси. Ему приходилось очень непросто, но никто никогда не считал бокса обузой в защите. Чтобы нивелировать недостатки, я заставлял соперника думать о том, о чем они не хотели думать, а затем старался отнять у них мяч. Я залезал им в голову, заставлял их забыть о моем росте и думать, думать, что же делать с мячом. Если они думали об этом, они не думали, насколько я низок, говорил Макси в своем интервью. Такой вот он, боевой малыш Макси Бокс. Дэймон Стадемайер по прозвищу Могучая Мышь стал причиной, почему из двух новых канадских команд в 90-х в НБА осталась только одна, которая и получила свою популярность. Торонто Репторс много проигрывала, но Дэймон набирал в среднем по 19 очков и 9 результативных передач и давал надежду на то, что будущее у Репторс все-таки есть. Он стал самым низким новичком года в истории ассоциации. Провел еще два сезона в Торонто на индивидуально высоком уровне, затем поиграл в Портленде, Мемфисе и даже Сан-Антонио. Дэймон был очень неплохим скорером и крайне умным разыгрывающим игроком. Пять сезонов с 8 и более результативными передачами в среднем за игру это только подтверждает. Звезд Дэймон с неба не хватал, но свой след в истории точно оставил. Отсюда и 8 место в нашем ТОПе. Майкл Адамс один из первых низкорослых игроков в эпоху 80-х, эпоху доминирующих атлетов медленного баскетбола и расцвета больших игроков. Именно он своим примером помог баскетболу вернуть моду на низкорослых игроков в том числе. После первого сезона в Вашингтоне Адамса обменяли в Денвер и там он раскрылся на полную катушку. В Наггетс он за 4 года не только стал железным игроком старта, но и провел просто огненный сезон 90-91. В декабре он 9 игр подряд набирал минимум 22 очка и 13 результативных передач, а когда серия прервалась, настрелял 44 поинта в следующей встрече. В одной из игр перед матчем всех звезд он набрал 45 очков, 11 подборов и 12 передач. На сам матч всех звезд его тогда не позвали, но на следующий год НБА признала заслуги Адамса, вызвав его на замену травмированному Ларри Берду. Майкл Адамс до сих пор остается самым низким игроком в истории, набиравшим 20 очков и 10 ассистов за игру в сезоне. Вот такое вот седьмое место нашего топа. Марк Прайс Марк Прайс Живой пример того, как невысокий по меркам НБА баскетболист может стать одним из лучших разыгрывающих своей эпохи. Этот человек также пришел в Лигу в 80-е, в Лигу, в которой правили атлеты. Но несмотря на это, смог там не просто закрепиться, а стать самой настоящей звездой. Прекрасный снайпер, прекрасный пасущий игрок и по факту легенда Кливленд Кавалерс той эпохи. Четырехкратное участие на матчах всех звезд лишь подтверждает весомый статус Прайса в 90-е. Если бы не травмы, Марк мог бы достичь даже больших вершин. Но на мой взгляд, то, чего он уже добился, о многом говорит Марк Прайс на заслуженном шестом месте. Рост Айзеи Томаса официально 175 сантиметров. Но если честно, в это верится с трудом. В реальности кажется, что Айзеи даже ниже заявленного. Если рост Нейтера Робинсона действительно составляет 170, то Томас, судя по их совместным фотографиям, лишь на пару микронов выше. Я хочу стать лучшим маленьким игроком в истории баскетбола. И я говорю серьезно. Это те слова, которые стали девизом для Айзеи на протяжении всей его карьеры. Томас впитал в себя лучшее от каждого своего предшественника. Он множество раз пересекался со своим земляком Нейтом Робинсоном в любительских лигах в Сиэтле. Дэймон Стадумайер был его кумиром, когда играл в Портленде. Многие свои движения Айзея перенял именно у него. Макси Бок стал его наставником, когда Томас был еще студентом в университете Вашингтона. Айзея не только самый низкий баскетболист, которого вызывали на матч всех звезд. Но и самый низкий выбор на драфте, который участвовал на матче всех звезд. 60-й пик. В него не поверили все 30 команд НБА в 2011 году. В него не поверили в Сакраменто, отказавшись через 3 года продлевать контракт даже на самые скромные деньги. В него не поверили и в Фениксе, обменяв на самый убогий пик первого раунда, какой только может быть. В него сначала не верили даже в Бостоне, выпуская лишь со скамьи. А призывы его обменять звучали даже тогда, когда он превратился в короля четвертой четверти и второго по результативности игрока в лиге, став настоящим лидером Бостона и двукратным участником матча всех звезд. К сожалению, Айзея Томас довольно быстро словил звезду, требуя огромные деньги по новому контракту. После этого он подвергся влиянию различных травм и постепенно деградировал. За последние несколько лет Томас принимал попытки вернуться в НБА, но у него так и не получалось. И это, конечно, очень печальная история, но все-таки давайте выскажемся так. Свой след Айзея в лиге точно оставил и пятое место в моем списке более чем заслужил. Самый низкий многократный участник матча всех звезд. Самый низкий игрок, набиравший 50 очков. Самый низкий игрок, делавший трипл-дабл. Это великие достижения, которые нельзя не проговорить. Кембо Уокер один из лучших низкорослых скореров в истории НБА, на пару, кстати, с Айзеей Томасом. Скорость, ловкость, сумасшедший дриблинг и великолепные снайперские навыки. Большую часть своей карьеры Кембо выступал за Шарлотт Хорнец и по регулярке выдавал действительно блистательный баскетбол. Однако в плей-офф он чаще всего терялся. Первый раунд оставался для него потолком, по крайней мере, во время выступлений за Шарлотт. В Бостоне он вроде как сломал этот стереотип, но в целом из командных достижений по карьере у него мало что можно выделить. Четырехкратный участник матчей всех звезд, однократный член символической сборной НБА и просто хороший парень. Кембо Уокер на четвертом месте. Лучший раптор в истории Торонто Рэпторс по признанию самих фанатов. Один из моих самых любимых игроков. Прекрасный человек, который несмотря на неудачи не сдавался до самого конца и принес таки своему клубу чемпионский титул, став верным помощником для Кавая Ленарда и ментальным лидером той организации. Кай Лаури успел поиграть за Мэмфис, за Хьюстон, но именно в Торонто он стал своим. Девять удивительных лет. Прекрасные индивидуальные показатели. Дуэт с Демаром Де Роузеном, чемпионство, менторство над Фредом Ван Влитом и почетные проводы в Майами. Кай Лаури был добротным атакующим игроком с отличными снайперскими способностями. Он всегда был классным разыгрывающим, отдающим по 7 и более ассистов в среднем за сезон. При этом даже несмотря на свой рост 183 см, считался прекрасным оборонительным игроком и лучшим в НБА с точки зрения чарджей. Кай Лаури 6 раз участвовал в матчах всех звезд и по этому показателю в данном топе уступает лишь второму и первому месту соответственно. Один раз попадал в символическую сборную НБА, дважды играл в финале Востока, один раз в финале НБА, в котором, к слову, и победил. Легенда Торонто. Прекрасный чемпион и один из лучших низкорослых игроков по меркам НБА в истории. Как-то так. Настоящий дирижер, маэстро игры, великий разыгрывающий Крис Пол. Забирает серебро моего топа. Несмотря на свои габариты, Крис образец двухстороннего игрока на этой позиции. Помимо уверенной игры в нападении, его отличало умение отлично защищаться как индивидуально, так и командно. CP3 по праву считается многими лучшим поинт-гардом этой эпохи. Количество его индивидуальных наград можно перечислять на протяжении очень долгого времени. Пять раз Крис становился лучшим по ассистам и шесть раз лучшим по перехватам за регулярный чемпионат. Единственное, что ему так и не удалось достичь, это, конечно же, победы в чемпионате. Но, может быть, в этом сезоне вместе с Фениксом у него получится. Кто знает, будем за этим следить. Еще, как говорится, не вечер. Волшебник Ален Айверсон уверенно забирает себе статус лучшего малыша в истории НБА. Один из самых крутых скореров в истории. Один из лучших дриблеров. Один из самых крутых индивидуалистов. И так далее, и тому подобное. Ален Айверсон с ростом 183 см мог выиграть для своей команды практически любой матч. Он в одиночку забрал первый матч серии с, как тогда казалось, непобедимыми Лейкерс. Если бы не отсутствие трудовой этики, его безалаберность и инфантильность, Ален Айверсон мог бы войти в пантеон 10 лучших игроков в истории баскетбола, на мой скромный взгляд. А это был бы самый настоящий разлом всех шаблонов. Но не судьба. Очень часто случается так, что у самых талантливых больше всего тараканов в голове. Тем не менее, 11-ти кратный участник матча всех звезд. MVP НБА 2001 года. Регулярный участник плей-офф. Регулярный член символических сборных. И просто крутейший реформатор НБА по всем статьям Ален Айверсон. А на этом в общем-то все. Знаю, что многие из вас могут во многом со мной не согласиться с положением того или иного игрока, например. Или не попаданию какого-либо игрока в данный список. Но напоминаю, что данный топ основан лишь на моем частном мнении, которое безусловно не является истиной в последней инстанции. Пишите в комментариях своих любимых низкорослых игроков. Да и вообще свое мнение по этому видео. Будет очень интересно почитать. Подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки на которые будут в описании под видео. Я же прощаюсь с вами. Огромное спасибо за поддержку. Услышимся в новых видео на канале. Любите баскетбол, ни в коем случае не болейте. Всего вам доброго и до связи.